Доброе утро. У нас сегодня тема острый холонгит и бильярдный сепсис. Тема непростая. Сепсис я даже сам не знаю, куда отнести к заболеваниям, состояниям или группу и риска, что это собой представляет. Потому что это образование очень сложное и очень запутанное. Пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь картина Рубинса «Прометей прикованный». Прометей будто бы по одному мифу нес людям огонь, а по-другому он пожалел какие-то жертвоприношения Зевсу. Но в обоих случаях Зевс наказал его, приковал к скале, и орел каждый день клевал его печень. За ночь печень отрастала, и на следующий день орел клал лапу на его лицо и продолжал клевать печень. Этот миф, конечно, говорит о Рубинс очень много. Но для нас он важен тем, что печень отрастает. Еще древние люди знали о том, что печень регенерирует быстро. Ну и, конечно, этот миф важный тем, состоянием общества в то время. Боги, люди, все это было вместе. Боги женились на человеческих женах, на человеческих женщинах, ну и вели человеческий образ жизни. Следующий слайд. В этом слайде я хотел вам показать, что мы очень много работали над этими всеми вопросами. Вообще печенью, механической желтухой, холонгитом, бильярдным сепсисом. И вот здесь представлено действительно тысячи наблюдений над больными и опытами. И запрещено было и две докторских, и четыре кандидатских диссертации. Короче говоря, эта лекция, она в основном построена на собственных данных. Следующий слайд. На этом слайде вы видите изображено строение желтво-удилительной системы. Я понимаю, что вы знаете это. Но в двух словах, потому что мы должны говорить дальше на одном языке. Но вы видите, что печёночные, два печёночных протока, общий желчный проток, сфинтеродия. Но как происходит движение желчи? Желчь выделяется постоянно печенью. Сфинтеродия закрыт. И желчь идёт в желчный пузырь под давлением из-за того, что сфинтер закрыт. В желчном пузыре она концентрируется. И во время пищи сфинтер открывается. И желчь проходит двенадцатиперстный кишок. И выполняет свою уже дальше функцию пищеварения. Участвует в пищеварении. Ну, и хотел бы обратить ваше внимание. Общий желчный проток 3-4 миллиметра в диаметре. Для того, чтобы проходила суточная желчь, достаточно одного миллиметра. Значит, очень большая надёжность. В организме большинство систем устроено таким образом. Это самолёт со многими моторами. Обратная сторона надёжности – это позднее выявление болезни. Потому что надёжность ведёт к тому, что болезнь проявляется клинически уже тогда, когда не на первых стадиях. А тогда, когда она уже в течение долгого времени существует. Это надо тоже учитывать обязательно. Следующий слайд. И вот эта желчь дальше идёт в печень. Вот что же получается в печени. Как она устроена. Здесь я немножко подробнее вам расскажу. Потому что я знаю, что этот вопрос, так сказать, забывается. Эти знания. Ну, желчный проток. Капилляр. Который, как вы видите, кончается началом желчной трубки. Которая переходит в печёночный и общий желчный проток. И дальше в 12-перстную кишку идёт по ней желчь. А между желчью и синусоидом, который образован воротной веной. Вот вы видите под цифрой 5. Мне приходится только так, потому что я не могу показывать вам под цифрой 5. И печёночная артерия под цифрой 6. Они вместе сливаются, образуя синусоид под цифрой 4. И вот между этим синусоидом и жёстким капилляром, это цифра 1. Находится слой печёночных клеток, который проводит фактически весь метаболизм, который идёт в организме. Вот эта маленькая печёночная клетка, она выполняет более 500 функций. Значит, субстраты, которые попадают с воротной вены в синусоид, они через стенку синусоида идут в печёночные клетки. Там происходит этот метаболизм. Что такое метаболизм? Значит, жёлчь выделяется в жёлчный проток. Жёлчные кислоты идут в жёлчный капилляр. Не дальше в жёлчные протоки. А остальные метаболиты назад возвращаются в переработанном виде в синусоид. И дальше идут в печёночные вены и в нижнюю полую вену. А оргты разносятся по всему организму. Что же там происходит? Вот чтобы просто представлять себе. Ну, вот белки, жиры, углеводы расщепляются, инородные, которые поступили, расщепляются до более мелких единиц, из которых строятся уже свои субстраты, свои вещества, которые организм уже не будет отторгать. Которые придут со своей меткой в общий круг кровообращения и в органы, различные органы организма. Белки распадаются до аминокислот. Аминокислоты потом проходят неоглюкогенез. То есть, они превращаются в глюкозу. И глюкоза окисляется и даёт энергию. Это конечный этап. Потому что пища должна давать энергию, которая необходима для существования организма. И его функций всех. Ну, помимо этого, конечно, проходят... Белки распадаются до пептидов. А пептиды строят новые альбумины, глобулины, которые уже свойственны всему организму. Гигантская работа. Это я только в двух словах сказал вам наиболее яркие, может, моменты такие. Ну, а так ведь идёт и в метаболизм. Это удивительная вещь. Печёночная клетка – это тайна, которую трудно себе представить. Но всё, конечно, основано на ферментах, которые убыстряют эту работу. И дают возможность вообще, так сказать, трансформироваться очень быстро. Одним вещам в другие. Вы понимаете, что тогда, когда уменьшается молекула, то она выделяет энергию. Когда она синтезируется и становится большой, она потребляет энергию. Это так же, как атомная бомба с ураном, которая расщепляется, даёт энергию. А синтез всегда сопряжён с потребностью энергии. Ну, вот это мы видим такое. Что же печень делает ещё очень важное? Это помимо вот такой метаболической функции, это дезотоксикация. Ведь в желудочно-кишечном тракте образуется очень много бактерий и токсинов. Особенно при обтурации желчи. Когда желчь не попадает в желудочно-кишечный тракт, то там происходит колонизация микробов. Транслокация этих микробов в воротную вену через стенку кишечника – и каждая, положим, грамма отрицательная бактерия при распаде даёт 3 миллиона липополисахаридов. А липополисахариды – это токсины. Токсины этой бактерии. И всё это направляется в воротную вену. А потом введёт в эту печень. Что же происходит в печени? В ней сосредоточено 80% радикулы методиальной системы и купшеровской клетки, которые, по сути дела, являются очистителями крови. То есть все эти токсины и бактерии, они влавливаются купшеровскими клетками и дальше уже в общий кровоток не попадают. Вот такая принципиальная работа печени. Хотя, конечно, в двух словах, но вы имеете представление о том, что же происходит в организме и какую роль при этом играет печень. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это абтурация, о которой мы с вами сказали два слова, желчных протоков, и которая, как вы понимаете, ведёт к тому, что желчный капилляр не принимает метаболиты, связанные с желчью и желчными кислотами, и они идут то же самое в синусоид назад и попадают в общий круг кровообращения, вот это вот и вызывает эта абтурация желчного делительной системы. Больше всего, чаще всего, это камни. Вот вы видите здесь, что камни образуются, как вы знаете, больше всего, чаще всего в желчном пузыре, и дальше по пузырному протоку направляются в общий желчный проток, застревают чаще всего в фатеровом соске, там, где суженные места. Ну, вот это вы всё прекрасно знаете. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот ещё и другие причины острой абтурации. Вы тоже их хорошо знаете. Это стеноз большого дунального соска, синдром Меризи, когда камень в желчном пузыре занимает стенку, прижимает общий желчный проток, чаще всего в месте бифулкации печёночных протоков, и вызывает абтурацию. Такие вещи, как киста, вот тут же представлено, желчного протока, тоже абтуриерит желчный проток, и очень много моментов, включая гемобилию, различные паразиты, которые заползают из 12-перстной пешки в желчный проток, всё это ведёт к абтурации. Но сейчас мы имеем очень большие средства УЗИ, РХПГ, МРТ, через кожную, через печёночную холом гемографию для диагностики этих абтураций. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь как раз говорится о том, что происходит при механической желтуре. Вы видите, ну вот холемия, холемия, два слова холемия, это очень тяжёлое явление, которое прежде всего нарушает ретиклоэнтериальную систему, и те куперовские клетки, которые стоят на пути инфекции, я уже вам рассказывал, при холемии функция их нарушается. Они начинают пропускать микробы, не уничтожая их. И в ответ на это такие куперовские клетки выделяют в большом количестве так называемые противовоспалительные цитокины. Это очень важное образование, пептиды, о которых мы с вами будем говорить дальше, потому что они играют ключевую роль в развитии дальнейших изменений в организме. Это первое. И второе. Холемия вызывает резкие нарушения в самом организме. Она вызывает вазодилатацию, а вот если вы цепочку сможете протянуть дальше, вазодилатация вызывает нарушение проходимости сосудов, то есть жидкость легко проходит через расширенные вены, там появляется застой в вене, снижается объем циркулирующей крови, это значит снижается клубочковая фильтрация, клубочковая фильтрация значит недостаточность почек, а если вы еще сюда присуществите купите желчь, которая идет вместе с циркуляцией крови, то это желчный нефрос, то есть канальцы забиваются почек желчью и это все ведет к почечной недостаточности очень быстро достаточно развивающейся при механической желтухе. Холемия вызывает также анемию и гипокоррогуляцию это при очень поверхностном так сказать осмотре, на самом деле холемия это очень высокая как вам сказать вот вагусные влияния огромные в организме то есть желудок работает по-другому пищеварение по-другому идет возбуждается парасимпатическая нервная система ну и вот последствия этого достаточно большие влияния и на сердце и на легкие и на все другое это одно второе это ахолия ахолия это то что желудок остается кишечник без желчи значит что это к чему ведет я уже это говорил но так скажу еще раз это колонизация микробов то есть они размножаются очень быстро в отсутствии желчных кислот образуют колонии эти колонии гораздо быстрее проходят через стенку желудка происходит транслокация в воротную вену и дальше я уже вам рассказывал что происходит дальше с купюровскими клетками и происходит системная токсимия потому что токсины и микробы попадают в общее круговое вращение ну а дальше это новая песня которая тоже я вам расскажу дальше что же происходит при этом системной токсимии но во всем случая вы видите что эти два момента холемия холия обуславливают очень большие изменения в организме и сами по себе уже без инфекции о которой мы с вами будем говорить потому что рихолангит и сепсис это инфекции желчных путей они сами по себе вы видите играют огромнейшую роль и являются фоном для этой инфекции что необходимо всегда помнить и вот мы наконец перешли к инфекции желчных путей значит острый холангит это инфекция желчных портовков с периодическим прорывом ее в общее круговое вращение о чем я вам говорил и развитие на этом фоне уже системной воспалительной реакции вот что такое системная воспалительная реакция это иммуновоспалительная реакция которая заключается в двух вещах первое это активация врожденного иммунитета то есть фагальных клеток фагоцитов ведет к тому что фагоциты выделяют вещества которые являются медиаторами воспаления прежде всего это вот те цитокины провоспалительные цитокины это пептиды которые обладают уникальными свойствами очень многими я потом вам их расскажу но самое главное это то что они рекрутируют то есть вовлекают привлекают лейкоциты нейтрофилы моноциты самое главное это нейтрофилы это гранулоциты лейкоцитов а очаг воспаления и таким образом лейкоциты как вы знаете уже уничтожают микробов образуют гной и этот гной потом рассасывается или если это образуется гной то его надо уже так сказать открыть но вначале это наводнение лейкоцитами вот этого область воспаления это при тогда когда воспаление локализовано вот вначале очаг инфекции локализован это происходит если побеждает инфекция то тогда наступает прорыв в общий кровоток как мы с вами уже говорили следующий слайд значит вот вы видите очаг инфекции и наступает вот эта специфическая реакция которая активация врожденного иммунитета что такое врожденный иммунитет тоже скажу подальше более подробно но принципиально он это иммунитет который работает до появления агента то есть он все временно так сказать находится в рабочем состоянии он активируется образуется фагоциты начинают свою функцию проявлять именно при сталкивании с инфекцией они активируются и выпускают эти цитокины и другие медиаторы воспаления которые и привлекают лейкоциты нейтрофилы моноциты в очаг инфекции наступает очаговая воспалительная реакция которая кончается вот этими двумя возможностями первая возможность это уничтожение инфекции и выздоровление вторая это прорыв инфекции в общий круг кровообращения и тогда уже начинается другая ситуация совершенно которая чревата развитиями сепсиса и которая так сказать представляет большую опасность в организме следующий слайд а это вот та клиническая картина которая развертывается таз знобы лихорадка инфекция симптомы конечно механические желтухи желчной гипертензии о чем мы с вами говорили уже и признаки этой реакции системной воспалительной реакции вот различает триаду шарков это лихорадка озноб желтух и пентаза рейнолса который добавляет еще и психические расстройства и развитие гипотензии вот так начинается острый холонгит он протекает таким образом что вот эта системная воспалительная реакция возникает тогда когда организм получает вот эту таксимию то есть эти токсины проходят в организм вместе с сцитокинами и возникает вот системная воспалительная реакция которая дает вот это вот осложнение всех систем организма, и которая выражается в лейкоцитрузе, в подъеме температуры, в сердцебиении, увеличение тахипнои, то есть увеличение числа дыхательных движений в организме, то есть все системы реагируют на это дело. Это длится несколько часов, потом это утихает, и на следующий день, как правило, идет снова такой же приступ. Это характерно для острого холонгита. Вот так потом протекает, если не будет оказана помощь. Какая оказанная помощь может быть? Это только одна. Это декомпрессия желчной выделительной системы, то есть декомпрессия желчных путей. Сама по себе антибиотикотерапия в момент закупорки желчных путей и желчной гипертензии не попадает в желчь. Вы понимаете, почему она не попадает? Потому что туда желчь не попадает из печени, туда не попадают антибиотики. Поэтому только декомпрессия дает возможность начать борьбу с инфекцией вот с помощью антибиотиков и других средств. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, какая инфекция развивается в желчных путях? Вот здесь вы видите, что это грамм отрицательная флора в основном, которая занимает где-то 60-70% во всей флоре. Грамм положительная флора, грамм отрицательная анаэроба и в общем-то в желчи возникает очень большое обсеменение. Это 10 в 9 степени это приближается к таковой обсемененности толстой кишки. Высевание, посев в желчи дает приблизительно положительные результаты только в 56% случаев. Это тот посев, который обычно применяется. Есть, конечно, такие посевы на средах, которые редко применяются. Они дают большее количество посевов. Но клинически вы можете определить эту бактериемию еще тогда, когда лабораторно эта бактериемия не проявляется. Следующий слайд. Ну, вот теперь несколько слов о врожденном иммунитете, чтобы вы понимали о том, как идет борьба между инфекцией и иммунитетом. Вот врожденный иммунитет это способность организма обнаруживать и обезвреживать чужеродный и потенциально опасный биоматериал. Это биоорганизмы, трансплантаты, опухолевые клетки, токсины, клетки, инфицированные вирусом. И он существует, этот иммунитет, изначально до поступления этого материала в организм. И он, этот иммунитет вообще существует у всех живых существ и у растений. Но изучен он в основном у позвоночных. И врожденный иммунитет распознает патогенов быстрее, но с меньшей тщательностью. У него есть клеточный иммунитет, это Т и Б лимфоциты и натуральные киллеры, это тоже лимфоциты. И гуморальный иммунитет, это лизоцим, интерферон и система комплимента. Все они являются медиаторами воспаления. То есть все это является медиатором воспаления. Суть заключается в том, чтобы развить врожденный иммунитет способствует началу развития воспалительной реакции. На самом деле это иммуновоспалительная реакция, потому что там участвуют в основном иммунные клетки. И эта иммунная реакция настроена, направлена на уничтожение инфекции. Как я хочу повторить, путем того, что эти медиаторы воспаления привлекают лейкоциты, нитрофилы. Сейчас доказано о том, что происходят генные изменения лейкоцитов и нитрофилов и других клеток, которые устремляются в этот очаг инфекции и убивают ее. Значит, вот эта вся воспалительная реакция, как я вам покажу, может, и вы сейчас уже знаете, давать двоякий результат. Либо победу над инфекцией, либо победа инфекции. И при сепсисе, ведь процент летальности составляет еще очень большой процент. Он составляет где-то 30-40 процентов. При сепсисе просто 10 процентов, а при тяжелом сепсисе, или как сейчас называют септическим шоком, до 40 процентов летальности рун. Ну, и я уже сказал, что основная функция воспалительной иммунной реакции это вовлечение и привлечение клеток лейкоцитарного ряда в область очага инфекции. Следующий слайд. Ну, вот тут написано изменение иммунитета, которое у нас наблюдалось при остром холонгите. Ну, вот это CD4, CD8, CD11 это отдельные фракции лимфоцитов, которые играют огромнейшее значение. А фагоцитарный индекс это количество поглощенного клеткой фагоцита латексного образования, латекса. И он рассчитывается это фагоцитарный индекс. Что мы видим на нашем иммунитете, что имеются большие сдвиги в пулах лимфоцитов CD4, CD8. Изменяется его соотношение одного к другим. Вот тут представлены нормы и представлен острый холонгит. Вы видите, что иммунитет значительно напряжен при остром холонгите. Следующий слайд. Что же происходит в желудочных протоках со временем, с дальнейшим временем? Есть и группа инфекций, которые выпускают при метаболизации, при обмене веществен своем выделяют газообразные метаболиты. Эти газообразные метаболиты, вот если вы вспомните консервы, то долго лежащие консервы, вздувается банка. Это происходит потому, что там образуются газообразные метаболиты, которые поднимают банку консервов, и это первый признак, что их нельзя употреблять. Так вот, такая же инфекция развивается в желчных протоках, и тогда давление в этих желчных протоках резко повышается. Вот было проведено исследование, которое сейчас я вам показываю на слайде, это когда сканировали микроскопию коррозивными, заливками керозивных смесей, керозивными частицами. Керозивная частица это 0,7 микрона, она соответствует микробу по размерам. И что получилось, что при давлении 200 миллиметров, это нормальное давление, эти коррозивные частицы остаются введенные в жестных протоках, а при давлении 200, 200, 500 миллиметров водного столба, они появляются в синусоидах, то есть они прорывают желчные капилляры, прорывают слой печеночных клеток, помните этот рисуночек, и через это проходят в желчные синусоиды, а если давление поднимается до 500, 800 миллиметров, то дальше проходит прорыв уже в печеночные вены и в общее круговращение. Вот как вы себе представляете этот прорыв, а прорыв можно себе представить таким образом, довольно представлен таким образом, что клетки в этом пласте печеночных клеток разъединяются между собой по бокам этих сцеплений и инфекция и эти коррозивные частицы равными по размеру инфекции проходят через этот пласт печеночных клеток и дальше идут в пространство ДИСЕ, которое расположено между синусоидом и печеночными клетками, и в которых имеются купферские клетки. И вот тогда уже, когда происходит такое большое давление, следующее слайд. Вот тут вот все это изображено. Вот вы видите здесь желчный капилляр, пласт печеночных клеток с отверстием, вот написано, видите, холонгит, желчная щель. Вот такая щель образуется между гемоцитами и дальше инфекция попадает в пространство ДИСЕ и в синусоид. Вот в этом пространстве ДИСЕ она встречает купферовские клетки, которых должны так сказать обезвредить, но это не происходит, потому что механическая желтуха, а вы знаете, что купферовские клетки при механической желтухе холемии, они недостаточны, функция их нарушена, они их пропускают в синусоид и выбрасывают массу цитокинов провоспалительных и вот уже вот это вот цитокины с инфекцией с токсином идут в общий кровообращение и обуславливают общую токсимию и обуславливают вот ту клиническую картину, которую вызывает у больного такой разрыв и такой общий токсикоз и он вызывает вот те симптомы, которые мы с вами родили. Какие это симптомы? Четыре симптома. Помните, ликоцитроз повышенный больше 12 тысяч, температура больше 38 градусов, давление ниже 90, тахикардия, тахипноя, вот такие симптомы. Достаточно два симптома, чтобы считать, что есть эта реакция. И токсикоз пошел туда в общий кровообращение, а дальше два варианта. Либо победа инфекции, либо победа иммунитета. А как это происходит, мы с вами сейчас посмотрим. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, что же такое цитокины? Цитокины, это небольшие пептидные молекулы, появляющиеся при активации фагоцитарных клеток микробами. То есть, сами микробы вызывают активацию иммунитета, активацию этих клеток фагоцитарных, и они выделяют вот эти вот цитокины. А цитокины бывают разные. Они бывают и хемокинами, что такое хемокинами? Это которые прокладывают дорожку, которые тянут цитокины к протягу инфекции. Это хемоксины, хемотаксис, помните, это притяжение. Ну, разные вещи, они по-разному, то, что они идут в очаг туда инфекции сами вызывают гибель бактерий и сами же вызывают еще и лейкоциты, которые добивают и определяют основу вот этой вот борьбы с инфекцией. С одной стороны. С другой стороны, когда этих цитокинов много, лейкоциты тоже приходят туда, и они начинают, когда их много, не различать свое и чужое. Они с самого начала плохо различают. Весь врожденный иммунитет, который существует изначально в организме, его орудия не различают хорошо свое и чужое. Вот. Это первое. А потом уже, когда появляется иммунитет гуморальный, появляются антитела, как вы знаете, они уже определяют свое и чужое, но они появляются только на второй, третий день после заболевания. А сначала эта масса идет. Вот если их очень много, то тогда начинают повреждаться свои эндотелиальные клетки. А вы представьте себе, если это не ограниченное воспаление, о чем мы говорили, оно уже совершился прорыв, и вы увидите, какой прорыв не только путем через желудочную стенку, а вот путем через печень, то есть прямой прорыв в общую циркуляцию. Вот тогда может наступить, если много вот этих цитокинов, так называемые цитокиновые бури появляются. Это вообще жестокое цунами. Но когда их много, то начинает повреждаться свой эндотелий, и это повреждается на огромном пространстве венозных в основном сосудов. И тогда изменяется проницаемость этих сосудов, жидкость уходит с кровяного русла, и начинается вся цепочка, о котором я уже вам два раза рассказывал. То есть уменьшается объем циркулирующей крови, увеличивается объем проникшей жидкости в ткани, уменьшается уже почечная фильтрация клубочковая, возникает почечная недостаточность, легочная недостаточность, сердце, тахикардия огромная, падение артериального давления, и так далее. Наступает недостаточность ворона. Ну вот теперь мы с вами перейдем еще к одному очень важному вопросу. Дело в том, что все системы, все системы в организме сложные, да и не только в организме, устроены так, что если очень много, то есть тормоз, который это приостанавливает. Это обязательное условие работы всех сложных систем. В цитокинах это тут же начинает вырабатываться цитокины противовоспалительные. Они вырабатываются теми же клетками. Это тайна, которая существует. И эти противовоспалительные цитокины начинают уничтожать друг друга противо и про. И может установиться баланс. Баланс это значит адекватность того, что должен создать организм. И вот при адекватном состоянии уничтожается инфекция и прекращается в какой-то степени действие против эндотелия. В конечном итоге образуется победа цитокинов над инфекцией, победа иммунитета над инфекцией больной выздоровления. Если этой адекватности не появляется и продолжается вот такая неадекватная ситуация, когда противовоспалительных степени больше, то тогда появляется вот эта эндотелиальная дисфункция, повреждение эндотелия и вся остальная картина, которую я уже вам рассказал. А вот теперь смотрите. Вот если их много, значит против просто впалительных то понятно. А вот теперь провоспалительных меньше. А если противопоспалительные уничтожены больше, чем нужно, то тогда начинает поднимать голову инфекция. И она начинает доминировать. И опять наступает инфекция, и опять наступают все эти осложения, и опять происходит печальный исход. то есть много так же плохо, как мало. И это один еще закон, который существует в мире. Вот я хочу, чтобы у вас мышление было такое, чтобы вы понимали существо всех таких вот явлений. Они повторяются, они везде существуют. Их надо только иметь в виду. И когда вы что-то такое рассуждаете о чем-то, понимать, что всегда есть вторая сторона. Если есть скорость в автомобиле, то там есть тормоз, иначе система не работает. Вот так вот. Это мне кажется очень важным для понятия. Очень важно понимать в системной воспалительной реакции, в частности в данном случае то, что мы с вами рассматриваем. Но это надо понимать и более широко. следующее слайд, пожалуйста. Ну, тут уже само собой разумеющееся, что одно из первых недостаточностей при холонгите, а тем более уже дальше при сепсисе, если это будет, мы дойдем до этого еще, это есть почечная недостаточность и это так сказать само собой разумеющееся при механической желтухе и инфекции желтных путей. Следующий слайд. Вот. Ну, какие стадии острого холонгита могут быть выделены? Ну, условно только, условно. Ну, значит, вот в Японии в консенсусе 2007 года было выведено два критерия стадий. Это дисфункция органа, то есть появление недостаточности органа и ответ на медикаментозное лечение. Легкая стадия это дисфункции органа нет, ответ на медикаментозное лечение есть. Ответ на медикаментозное лечение значит неполная обтурация. Значит, частично проходит туда антибиотик, который дается. Правильно? Вот это есть ответ положительный на лечение. А вот средняя тяжесть это дисфункции нету и ответа нету. И, наконец, тяжелая стадия это дисфункция есть, а ответа нет. Вот такое деление на стадии. Оно говорит о необходимости лечения. Лечение, как мы с вами говорили, это декомпрессия. Правильно? Тогда начнет привлекать из синусоида, куда придет данный этот в любом случае, как ни в воде, туда придет антибиотик или через рот, или через внутривенность. как вы не ведете, он все равно попадет туда в разном количестве. И вот если вы сделали декомпрессию, то желчь начинает в какой-то степени восстанавливаться, идти в этот желчный капилляр и дальше желчные протоки, то есть идти к к очагу инфекции и тогда происходит какая-то положительная динамика. Если декомпрессии нет, а таким образом, если это тяжелая стадия, то декомпрессия в первые 12 часов после обнаружения, не позже. Если это средняя степень, то есть дисфункции органа еще нету, но уже нет ответа на лечение, то есть ответ на лечение, это надо сутки ждать тоже. Значит, тоже экстренная декомпрессия после этого в течение не больше суток. И наконец, в легкой стадии, когда нету нарушения органа и есть ответ на декомпрессию, значит, надо пытаться консервативным путем в начале, наблюдая о том, как идет динамика заболевания. И она может быть декомпрессия плановая, не экстренная. Ну, вот так вот идут стадии. Следующий слайд. Ну, мы переходим к вам с вами к сепсису, к нашему, так сказать, финальному заболеванию, если можно назвать. Значит, от билиовенозного рефлюкса к билиарному сепсису. Что же такое сепсис? Вот вы увидите сейчас дальше, что понятия эти бесконечно менялись. Но, значит, как сейчас это? Это очаг инфекции плюс дисфункция двух органов. Значит, вы помните, что при остром холонгите, вот, который мы сейчас с вами прошли только, это очаг инфекции острый холонгит плюс системная воспалительная реакция, возникающая не постоянно, а периодически, то есть транзиторная системная воспалительная реакция. Эти приступы у них бывают. На следующий день новости приступ вот таких вот клинической картины, которую я вам описывал уже, системного воспалительной реакции клиника. и вот так вот это острый холонгит. А острый сепсис это тот же очаг инфекции плюс дисфункция двух органов. То есть уже дальше зашедший процесс. Значит, в основе лежит биовенозный рефлюкс, как вы знаете. что же лежит в основе этого постоянного? Вот можно думать, хотя я не имею достаточно основания, что вот эта щель, которая происходит в пласте клеток печени, помните вот на этом рисунке, который я давал о строении печеночной дольки. Вот эта щель, которая при остром холонгите, она остается постоянной. Она увеличивается и остается постоянной. Не закрывается. Таким образом инфекция и постоянно идет в синусоид. И постоянно купчеревские клетки выделяют цитокины. Правильно? Как фагоцитарные клетки все выделяют цитокины, и купчеревские клетки выделяют цитокины, и пропускают инфекцию, и идет постоянный общий токсикоз, интоксикация крови, общего кровотока. Вот это сепсис. Когда эта ситуация остается не периодически возникающей, чаще один раз в сутки, а постоянно существует. и при таком постоянном существовании два органа уже недостаточность. Один это обычно почки, второй это могут быть разные органы, могут быть и головной мозг, и психическая недостаточность, энцефалопатия, может быть и легочная недостаточность, все вполне возможно. Ну, в общем, случае любая. Значит, вот белиарный рефлюкс, недостаточность клеток Купфера, цитокинамия, то есть много цитокинов в крови и развитие неадекватной сосудистой системной воспалительной реакции. Помните, когда много воспалительных цитокинов и мало противовоспалительных цитокинов, возникает уже дисфункции двух органов из-за повреждения эндотелия сосудов и той, помните, проницательности и всего остального, то, что возникает. И возникает белиарный сепсис. Вот такое представление. И вы понимаете, что патогенез острого холонгита, это одновременно есть патогенез начала белиарного сепсиса. Только продолжение этой реакции, негативное продолжение этой реакции приводит уже к развитию сепсиса. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, значит, какие отличия между острым холонгитом и сепсисом? Еще для того, чтобы это конкретно было более понято. Отличие, что при холонгите развивается синдром транзиторной системной воспалительной реакции, то есть периодически возникающей, при сепсисе эта реакция становится постоянной и она уже вызывает органную недостаточность. А общий у них патогенез начала сепсиса, это есть патогенез развития острого холонгита и фон заболевания у них острый, что имеет огромнейшее значение механическая желтуха и желчная гипертензия, как фон заболевания. То общий. Следующий слайд. Вот что же такое, почему же развивается сепсис, вот что способствует этому? Ну, конечно, вот это же механическая желтуха и желчная гипертензия, потому что изначально уже организм изменен. Вы понимаете, одно дело иметь очаг в мягких тканях какой-то при ранении и сепсис на этом фоне, и другое дело иметь сепсис на фоне механической желтухи и желчной гипертензии. Разные вещи, как вы понимаете. А везде сепсис сепсис вот как раз но я уже давно говорю о том, что сепсис должен иметь определение какой сепсис, потому что сепсисы разные. Если сепсис на фоне механической желтухи, то это другое дело, чем сепсис в мягких тканях. Если сепсис на фоне почечного заболевания, то это урогенный сепсис, это изначальная почечная недостаточность уже и так далее. Тоже впереди еще раз об этом скажу. Ну вот общая у них причина развития, что он все-таки на фоне механической желтухи. Вирулентность микробов очень большая. 60% грамма отрицательных это те микробы грамма отрицательные, оболочка которых дает токсин. То есть если этот микроб разлагается, умирает, из оболочки образуются поли эти самые либо полипротеины. То есть либо протеины, то есть токсины. А вот например у граммоположительных микробов у них очень толстая эта оболочка и она не дает такого токсикоза. Так что это тоже разные вещи. Флора. Здесь флора достаточно агрессивная, достаточно вирулентная. При остром холецистите и при естественно билиарном сепсисе. Ну вот это причина развития сепсиса вторая. Поздняя декомпрессия. Это уже зависит от человека. Рукотворный факт. должна быть быстрая декомпрессия при остром холонгите при отсутствии в первой фазе, когда лекарство еще помогает немного. То есть еще есть какой-то просвет. Все равно нужна декомпрессия. Сейчас эта декомпрессия, мы с вами это увидим совсем другой характер носичем. Это было 20-30 лет тому назад. Сейчас это делается эндоскопически или печеночно. Это не то, что делать разрез холидоха, как это было 30-40 лет тому назад. Она не вызывает тех осложнений и не так коварно, как большая операция. Эти вот мини-инвазивные вмешательства. поэтому только ранняя декомпрессия. Большая гнойная поверхность, желтные протоки, в отличие даже тканевого очага инфекции, они большущие. Они я сейчас не помню сколько они занимают. Есть данные об этом. Но они очень большие. Поэтому это большая поверхность инфицированная. Ну и недостаточность купчеровских клеток из-за механической желтухи она приводит к тому, что эти микробы проходят мимо этих клеток и они не уничтожаются. Ну вот такие причины развития сепсиса после острого холонгита. Следующий слайд. В организме есть два вида реакции на возбудителя. Это вот специфические реакции на возбудитель и неспецифические. Когда возникают неспецифические реакции и что это такое? Вот они возникают тогда, когда прорыв инфекции совершился и она попала в общую циркуляцию. И попали туда и цитокины и все. До этого идет ограниченный очаг инфекции в желчных протоках и туда идет вот ту специфическую реакцию, которую мы с вами разобрали, что вот в этот очаг идут цитокины и идут фагоцитарные клетки, идут лейкоциты нитрофилы и все это этот очаг в конечном итоге и в большинстве случаев исчезает, потому что они побеждают. Там тоже идет воспалительная реакция, но местная. И вот она носит тот же характер, те же ингредиенты, те же цитокины, те же лейкоциты, но все это в очень узком пространстве жестных протоков. Как только она выходит за общую циркуляцию все эти инфекции и образуется постоянный приток туда, так возникают уже вторые реакции в организме. Второй вид реакции это реакции адаптивные или стрессовые реакции. То есть возникает в организме стресс. Почему он возникает и что он делает мы с вами сейчас это разберем. Что происходит в организме, когда появляется вот такой прорыв инфекции и тому подобное. Организм, в общем-то, вот, если мы переключимся, тут надо сказать несколько слов о стрессе. Дело в том, что вот такое общее представление о стрессе, как о психоэмоциональных нарушениях в организме, оно правильно, но оно не определяет сущность стресса. Сущность стресса вы увидите сейчас, я вам скажу, просто из-за примера одного, который вы сразу все поймете. Пример такой. Вот если животное получило какое-то ранение в битве и это ранение начало нагнаиваться, то есть получилась инфекция там, оно не может больше участвовать в битве и побеждать. Оно не может бегать, как следует, убегать от врага. Оно обречено. Даже такая вот рано инфицированная это уже делает животное обреченным. Оно уползает куда-то в укромное место и ждет смерти. И что получается? Оно не может себе добыть пищи. Значит, нет энергии в организме. Но и вот в это время возникает стресс. А стресс что делает? Он прежде всего вырабатывает энергию. каким образом он вырабатывает эту энергию? Это уже второй вопрос. Я вам это тоже подробно расскажу. Но суть заключается в том, что он свои ткани, белки и жиры своего организма образуется протеолиз, липолиз, то есть распад этих тканей на более мелкие составляющие аминокислоты, пептиды, жиры разлагаются на жирные кислоты, глицерин и другие всякие продукты. Распад это выделение энергии, правильно? Да. Значит, вот дают эти ткани распад энергии, распад тканей дает появление энергии. При этом эта энергия эндогенная и эволюционная получилась так, что желудочно-кишечный тракт не участвует в этом. Животное не может достать себе пищу и он перестает работать и тогда в организме изменяется все кровообращение и желудочно-кишечный тракт получает мало крови. микроциркуляция там нарушена. Почему образуются стрессовые язвы, стрессовые эрозии? Это из-за ишемии, из-за того, что в ткани не хватает кровопритока, а вся кровь устремляется к сердцу, к печени, к почкам, то есть к тем органам, которые в данном случае участвуют в сохранении организма. А пищеварительная картина исключается из этого дела. И вот что получается. Это же происходит при различных тяжелых заболеваниях. Аппетит тут же пропадает. И это уже эволюционно и у человека также пропадает аппетит. Он нуждается либо в парантеральном питании, которое на сегодняшний день самое лучшее может удовлетворить только 40% потребностей. А имейте ввиду, что энергия, потребность ее в организме при заболевании резко возрастает, потому что ей надо бороться с этой энергией с возбудителем, то есть с инфекцией в данном случае, может быть и с другим, с раковой опухолью, с чем угодно, с возбудителем. Значит, на это надо энергия, и потом многие ткани повреждены этой инфекцией, нужно их восстанавливать. То есть в организме резко возрастает необходимость энергии, и объем необходимой энергии, а ее нет вообще. значит, вот это вот стресс за счет того, что он дает возможность как-то существовать организму и бороться всем, это самое важное в стрессе явление. И вот давайте сейчас с вами разберем, как это все происходит, и разберем еще и дальнейшие реакции, которые происходят при стрессе, при бильярдном сепсисе. Пожалуйста, следующий слайд. Вот смотрите, что получается, как на этой схеме, наверное, вам будет легко больше разобраться как-то. Вот большой очаг инфекции, а вот стресс появился в конечном итоге, когда наступила эта генерализация процесса, то есть общая интоксикация. Вот метаболический блок реакции, который мы сейчас с вами разбираем. В организме существует ось, цепь такая, это гипоталямус, гипофиз, напочечник. Импульс о том, что в организме неблагополучие, идет в головной мозг. Оттуда он переходит на гипоталямус. Это область, которая расположена на основании, в основании головного мозга, и которая связана с двумя дальнейшими. Это тоже эндокринная железа, самая большая в организме гипоталямус, которая помещена в головной мозг. Дальше возникает этот гипоталямус выделяет гормоны, которые активируют гормоны гипофиза и гормоны надпочечника. Гипофиз тоже выделяет гормоны, которые уже активируют гормоны надпочечника. Таким образом гормоны надпочечника играют принципиальную роль в стрессе. Через вот эту цепочку. Что же они делают эти гормоны надпощников? Они выделяют два гормона. Основных стрессовых гормонов. Это кортизол и катехоламины. Катехоламины – это адреналин и норадреналин. Вы это помните. Значит, что делает кортизол? Он делает протеолиз, то есть разложение белков, и липолиз, то есть разложение жиров. Вот. И дальше эти гипофиз выделяет катехоламины, которые делают несколько вещей. Они прежде всего прекращают или снижают секрецию инсулина. А вы знаете, что в организме инсулин-зависимые и независимые ткани. И вот именно желудочно-кишечный тракт – это инсулин-зависимые ткани. То есть глюкоза усваивается там только с помощью инсулина. Когда недостаток инсулина, это диабет первого класса, помните это, то глюкоза с трудом проходит в желудочно-кишечный тракт, в ткани его, и вызывает еще дополнительное уменьшение микроциркуляции и объединение и гипоксию, и ишемию тканей желудочно-кишечного тракта. О чем мы с вами уже говорили, о том, что нет аппетита, нет пищеварения, и это еще усиливается этими гормонами, катехоламинами. Но в то время как инсулин-независимые ткани увеличивает свою мощность, потому что наступает гипергликемия. За счет того, что сначала желудочно-кишечный тракт не получает свои порции глюкозы, она вся идет на сердце, легкие, то есть те ткани, которые органы, которые участвуют в выживании животного. Они повышаются, и тахикардия, и усиление дыхания, все это нужен приток кислорода больше, идет большее потребление энергии. Вот далее вот эти вот появившиеся аминокислоты, глицелин, желчные кислоты трансформируются в глюкозу, которая непосредственно при своем окислении дает вот это АТФ, эта энергия. И большая часть их идет туда, чем больше мы затрагиваем, нуждается организм в этой энергии, тем похудание быстрее человека, животного или человека наступает, потому что расклады разлагаются в ткани. Поэтому долго стресс, непереносим, он вызывает сам истощение, но однако на короткое время он обеспечивает выживание человека и борьбу с инфекцией. Вот это основное, что происходит. Но оно имеет опять же свою оборотную плохую сторону, как все. В жизни, мы с вами уже на этого касались немножко, но нет, нужно за все платить. Есть оборотная сторона. Какая же здесь оборотная сторона? Оборотная сторона так, что идет гиперметаболизм. Выделяется очень большое количество энергии, он опять разрушает собственные ткани. Не только ткани этого инфекции, которой необходима энергия, как происходит эта битва с инфекцией, это я вам отдельно расскажу, но она нуждается в энергии. И поэтому энергии выделяется много. Если это гипер, она начинает опять уничтожать свои ткани и происходит опять то же самое, что неадекватные воспалительные реакции. То есть та же ситуация. Вот вы видите, закономерности одни и те же появляются. Ну, вот так это происходит метаболизм. Но стресс дает не только реакцию метаболическую. Еще одной реакцией является это возбуждение симпатической нервной системы. Следующий блок у нас. Вот следующий слайд. Вы видите, что симпатическая нервная система, она также резко активируется головным мозгом, естественно, куда приходят первичные импульсы. А симпатическая нервная система имеет свои рецепторы на всех органах. И поэтому возбуждение ее возбуждает все органы системы организма. И это необходимо для того, чтобы обеспечить вот эту борьбу с инфекцией. Блока воспалительных реакций мы с вами уже касались этой системной воспалительной реакции. И сейчас вы посмотрите, что делает стресс в этом отношении. Он резко увеличивает мощности этих симпатических воспалительных реакций. Резко увеличивает возможность борьбы с этой инфекцией, которая имеется в организме. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это иммуновоспалительный стресс. Вот смотрите, что происходит при стрессе. Стресс имеет целый блок иммуновоспалительных реакций, которые прежде всего опять же активируют враженный иммунитет. То есть фагоцитарные клетки, лимфоциты, тромбоциты. Все это активируется и все это дает цитокины и другие медиаторы воспаления. Правильно? Эти медиаторы воспаления опять привлекают этих самых лейкоцитов. И эти лейкоциты приходят в воспаление. Это вы уже знаете. Это стандартно. И этот стресс резко усиливает эти реакции. И вы знаете, что на системные воспалительные реакции, может быть, дает выброс цитокинов первой группы. Это значит провоспалительных. И второй группы, это значит противовоспалительных. И существует какой-то баланс. Адекватность или неадекватность. И неадекватность ведет ко всем вот этим вот изменениям, связанным с повреждением эндотелиальной системы. Причем системным повреждением. То есть во всех сосудах, во многих сосудах. Усиление проницаемости, уменьшение ОЦК, отек легких, агрегация тромбоцитов, коглопатия, микротромбозы. И дальше идет синтез НО, о котором мы с вами не говорили, но играет огромное значение. Это стресс, связанный с НО, с окислительным стрессом, связанный. Это своя песня отдельная. Ну, в общем, происходят такие изменения в организме, при неадекватной этой реакции, воспалительной которой, вызывает повреждение органов. И при сепсисе уже два органа, поврежденные. Недостаточность этих органов, дисфункция. То, что определяет сепсис и определяет состояние больного. Вот мы с вами прошли, что происходит при сепсисе. Значит, прежде всего, выработка энергии, возбуждение всех систем, благодаря возбуждению симпатической нервной системы. И иммуновоспалительная реакция, которая стресс резко усиливает. И усиливает как противо, так и процитокиновые. И только баланс, адекватность, которая возникает или нет в организме, обуславливает всю эту финальную картину. Я должен сказать, что вот этот гиперметаболизм, он влияет и на гиперцитокиномию. И вот эти цитокиновые бури, как я их назвал для уважности, цунами, чтобы вам было, так сказать, более понятно. Они возникают чаще при гиперметаболизме, при гипервыработке энергии. Вот все вместе, все вместе приводит вот к такому печальному финалу. Поэтому гипер так же опасно, как гипо. Вот так обстоит дело. Итак, такое влияние имеет стресс на течение сепсиса. Вот это влияние, мне представляется, сейчас недооценивается. А возможность руководить этим влиянием, конечно, нуждается в дальнейшем очень большом исследовании. Потому что мало мы имеем возможностей как-то влиять медикаментозно на стресс. Есть какие-то возможности. Это вот блокады, которые не допускают сигнализацию мозга из очага. Ну, вот такие вот. Но на сам стресс очень трудно воздействует уже. Но на сегодняшний день это выглядит так. Вот таким вот образом. Следующий слайд, пожалуйста. И вот я хотел показать, что все эти вот узлы, которые я назвал блоками, они связаны между собой. Один действует на другой. И у каждого, конечно, есть противо. Этот узел. Вот я тут дал понятие, что же является антиподами этих блоков. Но эти антиподы слабые. Они слабее, чем те реакции, которые возникают при стрессе. Но они существуют. А ведь вот все так устроено, что одно начало в явлении более сильное. И нам кажется, что оно только и существует. А второе более слабое. Нам кажется, что его нет. Оно всегда есть. Оно всегда есть. И часто неизвестно, как оно будет себя вести. Но оно всегда есть. Это нужно знать. И это знали люди еще 4-5 тысяч лет тому назад. Вы знаете инь-янь такое. Знаете такое инь-янь? Вот вы должны знать это, так сказать, в литературе, везде. Философии. Это вопросы давно решены. Что каждое явление имеет инь-янь. То есть, одно и второе начало. Одну и другую сторону. С лицевую и оборотную. Вот. Это нужно всегда представлять и знать. Потому что, может быть, эта оборотная сторона уничтожит все, что вы надеетесь, с лицевой. И наоборот. Ну, вот так обстоит дело в этом мире. Следующий слайд. Ну, наконец, я хочу привести, вот я вам говорил, что декомпрессия и тому подобное. Хотел привести наши данные об этом деле, об этом вопросе. Потому что у нас своих данных очень много. Видите, 612 больных с острым холонгитом и сепсисом здесь анализируется. Что здесь показано? Здесь показано, что вот даны 3 периода. Это, вы видите, большой период. Начиная с 72-го года данные. И он на 3 периода. Сначала это когда была традиционная хирургия. Потом, когда начала возникать хирургия эндоскопическая, то есть лапароскопическая, эндоскопическая, транспечёночная, функции, все вот эти вот и не опасные эти операции мини-эвазивные. И вот, понимаете, видно, что при остром холонгите летальность снизилась до 0,55%. На огромном материале 360 больных. В предыдущем периоде она была 4,25%. А вот в сепсис остается очень высокая летальность. Несмотря на все возможные эти меры. Вот. Но вы видите, что летальность при сепсисе это 40%, 45% и вот в последний период 32%. А при септическом шоке это 40 с лишним процентов, 41%. Ну, общая летальность резко уменьшилась. Это холонгита и сепсиса, если считать вместе. Вот если она в первые периоды была 13-17%, то сейчас она всего лишь 4,6%. Вот такие результаты мы имеем. О чём говорят эти результаты и вообще вот те результаты по стадиям, то, что я вам показывал. Чтобы не доводить до сепсиса. Чтобы прекращать острый холонгит. Что нужно? Декомпрессия, ранняя декомпрессия. А что нужно при почечной колике? Вот, знаете, раньше я видел аудиторию и мог с ней разговаривать. А теперь я вынужден говорить вот так просто, для того, чтобы... Но хочу, чтобы вы всё равно мыслили. Что же нужно при почечной колике? Конечно, декомпрессия. Что нужно при острой кишечной непроходимости, чтобы спасти больного? Только декомпрессия. Всё остальное можно сделать потом, завтра, когда больному станет лучше. Правильно? Правильно. Что нужно при абсцессе... При панориции. Декомпрессия. Декомпрессия – основа острой хирургии. Неотложной хирургии. Вот это вы должны твёрдо знать. Есть только одно заболевание в острой... Состояние в острой хирургии, которое выходит из этого ряда. А это кровотечение. Вот тут уже декомпрессия не помогает. Тут надо делать другие. А все остальные – это декомпрессия. И это минимальное вмешательство, которое может сделать самый молодой хирург. И это спасение больного. Вот это очень важный итог и нашей сегодняшней лекции тоже, я считаю. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот теперь, что же такое сепсис? Вот то, что я начал с самого начала. Состояние. Ну вот так вот. Менялось всё время представление о сепсисе. Я вам приведу только для вашей эрудиции, чтобы вы знали о том, что... Вот видите, с 92-го года был сепсис. И он рассматривался как постоянное... Как очаг инфекции. И более двух признаков системной воспалительной реакции. Вы помните, что критерии – это 4 признака. Достаточно более двух, чтобы уже поставить диагноз системной воспалительной реакции. И вот сепсис рассматривали как очаг инфекции и системной воспалительной реакции. Но оказалось, что системную воспалительную реакцию вызывает огромное количество заболеваний. Вот он её вызывает и для борьбы с возбудителем. Это всё происходит за борьбы с разным возбудителем. Вот этот стресс, он не разбирает, какой возбудитель. Он всё равно выставляет все вот эти свои три, как я считаю, основные блока реакции. Всегда выступает. Это всегда однотипные реакции на любой возбудитель. Потому что всегда нужна энергия. Прежде всего. Всегда нужно возбуждение всех систем в напряжённом состоянии, чтобы они были. И всегда нужна борьба с этим возбудителем. Поэтому стресс – это однотипные реакции. Всегда однотипные. В отличие от специфических, которые характерны для какого-то специального возбудителя. Ну, вот так вот. И вот что вызвало то, что это оказалось недостаточным было этого определения? Это то, что у очень многих заболеваний была системная воспалительная реакция. Она не являлась характерной только для сепсиса. Ну, и вот был второй консенсус. Это следующий слайд. Это вот видите, что это в 216 году, который уже сказал о том, что сепсис – это очаг инфекции плюс два вот этих самых недостаточности двух органов. Плюс недостаточность двух органов. Ну, вот так вот. И тут даны быстрые критерии выявления. Это очень важно. Вот быстрые прикроватные критерии того, что сепсис в настоящее время. Это частота дыхания больше 22, нарушение сознания и систолическое артериальное давление меньше 100 миллиметров ртутного столба. Вот эти три вы можете у кровати взять без всяких, так сказать, исследований. И вы знаете о состоянии больного. Ну, а существует оценка по шкале СОФа. Это больше двух баллов. Смертность при этой такой оценке больше 10% при обычном сепсисе. А вот есть понятие о тяжелом сепсисе, который сейчас тоже сняли в 96-м. В втором году это было такая. Ну, потому что там было совсем, не было отличий сепсиса от тяжелого сепсиса. Но есть и остается септический шок. Сейчас я вам покажу, какие его критерии. Но сейчас тоже все понимают, что критерии двух недостаточностей, которые возникают не только при сепсисе, а при очень многих заболеваниях, также недостаточны для характеристики сепсиса. В принципе, следующий слайд. Вот как раз здесь определение септического шока. Вот вы видите, что это критерии септического шока. Вазопрессоры способны сохранить среднее артериальное давление меньше 60 мм тутного столба. Содержание лактата в крови больше 2 мл на литр. Ну, вот эта вот комбинация ассоциируется со смертностью в 40% и выделена как септический шок. А вот быстрые критерии этого септического шока – это, вы видите, систолическое давление меньше 100 и частота дыханий меньше 22. По-моему, там еще есть о том, что психические нарушения возникают у больного. Следующий слайд. Ну, вот теперь для того, чтобы понять, что такое органная дисфункция, вот здесь на слайды дано перечисление всех возможных органных дисфункций и их критерии, их возникновения. Ну, давайте я вам скажу, хотя вы можете это прочесть, я вам тут нового ничего сам не скажу. Ну, вот сердечно-сосудистая недостаточность – это артериальное давление меньше 90 артутного столба или среднее меньше 70 в течение не менее одного часа, несмотря на коррекцию гиповолемия. Значит, гиповолемия, которая может привести к уменьшению давления, она здесь коррегируется. Несмотря на это, в течение часа давление не поднимается, тогда это сердечно-сосудистая недостаточность. Почечное – это почечное – это почечное мочеоделение 0,5 мл на килограмм в час в течение одного часа при адекватном волемическом восполнении. Опять же, при повышении или повышении уровня кроетинина в два раза против нормы. Ну, вот, кроетинин при этом больше двух. Норма – это до единицы. Даже 0,9, 0,9 – вот так норма считается. Но повышение 1,2, 1,3 – это не, так сказать, особенно. А вот повышение в два раза – это уже говорит о почечной недостаточности. Дыхательная недостаточность – это индекс ПО-2, это индекс дыхательный, респираторный дыхательный индекс меньше 250 при наличии билолатеральных инфильтратов легких на рентгенограмме или необходимость проведения ИВЛ. Но это уже, так сказать, крайние случаи, конечно. Но прикроватное – это, конечно, число дыханий. Надо смотреть, это то, что ты видишь сейчас быстро. И это тебя заставляет уже делать какие-то исследования более точные. Печёночная недостаточность. Содержание билирубина больше 20 мм в течение двух дней или повышение уровня трансаминаз. Ну, относительно это всё. Потому что, в общем-то, повышение билирубина больше 20 мм на литр – это в течение двух дней – не мало о чём говорит. Это, так сказать, критерий очень условный, на мой взгляд. Но тоже повышение трансаминаза в два раза и более. Но тоже очень такой относительный показатель. Потому что при некоторых состояниях он увеличивается в два раза, эти трансаминазы. Хотя по другим показателям печень хорошо работает. Понимаете, все эти в печени, вот эти 500 функций, которые имеются, они очень друг от друга отделены. И это не говорит о глобальном нарушении, какая-то одна функция. Это первое. Но такая функция, которая, такой возбудитель, который в печени распространяется на всю печень, как механическая желтуха, например. Там же вся печень заинтересована. Она гораздо опаснее, чем тот возбудитель, который затрагивает часть печени какую-то. Он может ее только некоторые функции нарушать, а вся печень остается работать. Поэтому с печеночью недостаточно, что не так просто все. И думаю, что самым главным показателем это энцефалопатия. Потому что она уже говорит о том, что печени недостаточно. Действительно, по витальным показателям, а не по второстепенным нарушениям. Вот так вот. Свертывающая система. Число тромбоцитов меньше 100 тысяч. Или их снижение на 50% от наивысшего значения в течение трех дней. Ну вот, видите, очень такие сложные. Три дня надо больным наблюдать. Надо что-то делать в эти три дня, а не три дня смотреть. То есть, это относительное все. Некоторые из этих положений носят относительный характер. Метаболическая функция. ПРАЖ меньше 7,3. Дефицит основания минус 5 эквивалентов на литр. И лактат в плазме в полтора раза выше нормы. Ну, центральное нервное умретение сознания. По шкале глазка меньше 15 баллов. Ну, вот такие вот показатели ориентировочно служат для того, чтобы сказать о недостаточности ОХЭ. А какого-либо. Ну, думаю, что это тоже нуждается в правлении при, в дальнейшем, так сказать, исследованиях. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и вот два слова об особенностях билиарного сепсиса и о той мысли, что сепсис нельзя просто так говорить, сепсис. Что нужно говорить перед ним, откуда он взялся, этот сепсис. Это имеет огромнейшее значение. Ну, вот в билиарном сепсисе особенности. Это большая площадь жестких протоков. Которая обусловит большого очага инфекции. И дальнейшего тяжелого течения. Второе, это увеличение давления в жестких протоках, возникающих, возникающих отсюда билиовенозный рефлекс. Это отличие распространения этой инфекции из очага в общий кровоток. Такого распространения нет в других сепсисах, естественно, через билиовенозный рефлекс. Третье, это что механическая желтуха и желчная гипертензия способствуют быстрому развитию почечной недостаточности при билиарном сепсисе. Она также вызывает диффузные нарушения печени, что приводит к уменьшению глюкогенеза. Вы смотрите, если механическая желтуха, она уменьшает значение функции печени в стрессе. Потому что весь стресс основан на метаболизме, для переработки в энергию, правильно? А печень, нарушенная механической желтухой, конечно, эту печень, эту функцию уменьшает. И сам процесс стресса становится под вопросом. Поэтому я думаю, что необходимое исследование о том, что незавершенный стресс при заболеваниях печени, при механической желтухе, конечно, это выглядит сегодня как гипотеза, но которая нуждается в проверке. И, конечно, хочу я закончить тем, что сепсис, это необходимо добавлять вот это вот, откуда он взялся, потому что это имеет огромнейшее значение. Ну, смотрите, пневмосепсис, это совсем другое. Это нарушение, прежде всего, лёгочной ткани. И отсюда все изменения, которые идут. Так что перед сепсисом нужно ставить обозначение, откуда он, так сказать, появился, где находится очаг инфекции. Но в заключении я должен сказать, что многие вопросы здесь, в этом очень сложном разделе, связанном с инфекцией, со стрессом, с сепсисом, нуждаются в дальнейших разработках. У вас огромнейшие боли деятельности в этих вопросах. Ну, я думаю, что вы будете справляться со своей функцией. Не только лечить больных, но и познавать. И кто из вас пойдёт куда, это трудно сказать. Но даже если вы будете лечить больных, думайте всегда, думайте. Думайте. Не бойтесь думать. Не бойтесь фантазировать. Эйнштейн сказал, что наука основана на фантазии. И это действительно так. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok